Друзья, вот просто поставьте себя на моё место. Я не знаю, каким образом, играя в эту игру, можно вовремя остановиться. Потому что всегда заканчивается всё на том месте, на котором, как бы, возникает, во-первых, очень много вопросов. Во-вторых, ты хочешь как можно скорее узнать, что будет дальше. Поэтому, эту серию я записываю сразу после того, как записал предыдущую. И я хочу узнать, кому попала наша Клементина. Та девочка, за которую мы все переживаем уже на протяжении 20-21 серии, насколько я помню. Ребят, давайте узнаем как можно скорее. Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, доброго желаю на мой канал. И мы продолжаем проходить игрушку под названием The Walking Dead. Ходячие мертвецы, второй сезон, первый эпизод. Вторая серия первого эпизода второго сезона. Короче, да, это сложно, но неважно. Сэрш, а, подожди, мои выборы, а что тут можно... А-а-а, о-о-о, теперь можно контролить сразу, смотри-ка. Did you try to save Кристо? Пытался ли ты спасти Кристо? А, типа я, ага, stop to help. В смысле, а ей, так я же хотел, в смысле, я же ее спасти хотел, в смысле, я ее отлег. А там можно было ее спасти как-то? Но, опять же, я в комментариях потом прочитаю. Может быть, я что-то этого упустил под предыдущей серией, когда, опять же, она выйдет. Did you kill the dog? Ага, ну тут вообще решение очень пиздецовое было. Ладно, я в любом случае, то есть могу теперь в любой момент, оказывается, смотреть мои выборы. Почему-то, правда, не переведено там, ну ничего, плюс-минус понятно. Все, у нас продолжение. Мы остановились на очень интересном месте, в котором, собственно, Клементину... Так, не говори мне это. Тонь, можешь объяснить мне, какого хода здесь происходит? Погоди, Ребекка. Мы справимся, не переживай. Ну да, конечно, кто-нибудь догадаловался, спросите у нее, откуда она пришла. Мы знаем только то, что она может работать на Карвера. Карвер? А, сказал нам, что была одна, а ее укусила собака. Нифига себе, их тут сколько. Даже бежать, я ни на кого не работаю, дайте мне. Я уже врач. Что, это просто взял и поверил ей? Мне нужен... Что за... Убери палец спускового крючка, парень! Эй, эй, какого хуя? Ты идиот, каждый из кр... Вредел в пяти миллиметров слышал. Это ты сказал мне пришлить его. Заболчите на секунду. Клементин, ты в порядке? Мне просто нужен врач, а затем... Затем я уйду? Я не хочу, чтобы я рану... В рану попала инфекция. Никто из нас не хочет инфицироваться, в этом-то и все дело. У нас есть доктор, он смотрит мою рану. Что с вами такое, люди? Она ведь просто напугана. Мы все напуганы, Люк. И не зывай нас, Люк, только потому, что мы не купились на ее историю. Она не могла выжить одна. Почему мы спорим об этом? Позвольте мне взглянуть. Хуя себе, блядь. Ален Делон, блядь. Так. Друзья, тут слишком много персонажей, поэтому... Все нормально, не бойся, он врач. Я, может быть, похожими голосами буду, извиняюсь. Мне самому как бы некомфортно. Я уже привык, что у каждого героя свой голос, какой-то плюс-минус тембр и так далее. Черт, это, наверное, очень больно. Да, неприятно, неприятно. Псинка что-то как-то взвесилась, конечно. Ну че, убедился, что это, блядь, укус не эту самую? Ха, чтобы это не было, тебе сильно досталось. Это была собака. Это была собака. Мы так и не поступим, мужик. Если кого-то укусили, то его убивают, и точка. Я не хочу снова через это проходить. Тот случай не повторится. Мы можем отрезать ей руку. Чего, бля? Я знаю, что это сработало с моим кузеном и в эксплуатации. Это должно быть... Так, подожди, 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 подожди. Какой? Что вы скажете? Это невероятно. Никто не будет волонтироваться за это, но я бы... Если бы это было спасение ее жизни. Я просто маленькая девочка. Я никому не причиню вреда. Ну же, она весит не больше мешка муки. Мы справимся с ней, если она до этого дойдет. Так, ладно, этого я успокоил. Кто она? Сара. Что я сказала? Оставаться внутри. Че-то их дохуя тут, да, как-то? Ну домик-то такой приличный. Поги мне, я уйду, мне сто... Я не хочу доставлять проблем. Я просто хочу остановить кровотечение, а потом я уйду. Вы никогда меня больше не увидите, я обещаю. И куда ты пойдешь? Я могу себе позаботиться, у меня там вдруг куда-нибудь. Я могу о себе позаботиться. Ну да. Слушай, я не знаю, что за дрянь укусила, но она всего лишь ребенок. В худшем случае, она превратится, и мы разберемся с ней. Не, ну эти вроде люди, как бы, они нормальные, просто они беспокоятся, естественно. Ну и что ты думаешь? Это был скрыт? Такой укус может быть чей угодно. Есть только один способ узнать. Какой? Мы подождем. Что? Там же не утра, если начнется лихорадка, то мы узнаем, превратится она или нет. А пока мы можем запереть ее в сарай. Заебись. Хорошая идея. Что за счет моей руки? Рану нужно обработать, защитить и перевязать. Ревочка в плохом состоянии, Карлс. Все медикаменты в доме могли бы сходить. Элн, пожалуйста. Ну да, мы ничего не можем сделать. Я не буду тратить медикаменты на укус скрытня. Если окажется, что ты говоришь правду, то я почищу и... золотаю рано утром. Но... Ну, короче, не особо пусть... Не жаль. Это лучшее, что мы можем предложить. Не, ну их тоже можно понять так. И за пальцем... Я тебе не сыр. Не будь таким мужик. Все в порядке. Мальчик не заследовал мамин характер. Ну же. Нет, ну логи... Ну, типа я... Это просто трата времени, вот вы видите, и когда она превратится, я не буду отмывать сарай. Это была собака, вот увидишь, что если вы меня отпустите. Это была собака, вот увидишь. Что, уж утром узнаем, правда это или нет. Если я продержусь до утра, может вы золотаете рано сейчас? Я хотел бы, правда, но это слишком рискованно. Прости. У него может лихорадка, блядь, начаться от заражения, нахуй, инфекцией, если собака там еще и бешеная какая-нибудь была. Пиздец. Проверку они устроили. Какой, блядь, он доктор, если он не может укус, блядь, ходячего отличить от укуса собаки? Что это за доктор, блядь? Если захотел бы, присмотрелся бы, я не знаю. Не, ну, блядь, тут, сука, всегда такие ситуации в ходячих, да, в этой игре, сука, что... Блядь, вот ты понимаешь все стороны нас... Чем мы это делаем? Это пиздецка глупо. Так, будет безопаснее, я хотел бы убедиться наверняка. Так, безопаснее для кого? Блядь, ей может реально херово стать. Не могу в это поверить. Блядь, тогда уж проще. Все будет хорошо, все будет хорошо. Не, Клементинка, ты справишься. Мы с тобой, пацаны. Мы настоящие кочевники, мы Клементину в беде не бросим. Вот, вот, реально, вот, за Клементину и двор, как говорится, все, блядь, никакого этого. Мы уже слишком до хрена близких нам людей потеряли, и как бы не хотелось бы сейчас это самое. Мы будем бороться до последнего. Так, что она тут хочет? Доска для инструментов? Ничего нет, естественно. Ой, блядь. Ну, то есть, ну, ну, как бы, не, логично, да, что люди спокойно живут в доме, у них вроде все там есть, если эти пацаны ходят на охоту, там, истребляют ходячих, если они нападают, их там сколько, человек семь, и как бы тут девчонка, понятно, что она как бы чисто в теории им не опасна сейчас, но подозрение, конечно, на незнакомого человека, может, она реально ребенок хотела там скрыть, не знаю, не понимает, а Клементинка-то у нас не такая. Ну, ничего, я надеюсь, что все будет хорошо, так, надо бы искать бочки. Что-то она сейчас придумает, да? Только единственное, если мы отсюда выберемся, то я не думаю, что это тоже хороший вариант. У нас есть ножик, который, кстати, никто не нашел и не отобрал. Ящик с инструментами. Они недооценивают. Здесь мало что осталось. Так. Если понадобится, то я смогу использовать это, чтобы защищать рану. Вот, вот она, вот Клементинка наша. Она может сама все сделать. Так, подожди, подожди, ножик, стой, мы все посмотрели? О, спасательный круг. Не думаю, что он сейчас нужен, воды вроде здесь нет. Не такой уж и дождь сильный, но... Да, согласен. Так, подожди, что еще? Что это лежит? Молоток. А молоток оставили. А что так? Ну ты давай, давай, ты же подпрыг... Ну уж прям! Ну я понимаю, что ей хреновенько, но если бы она захотела, она там в предыдущей серии запрыгивала нормально так, это самоуверенно. Тут молоток не так уж и высоко. Подожди, может, ему надо что-то... А, ну ладно тогда. Я уже думал, она реально завьет и не возьмет молоток. Не, молоток-то нужен, понадобится на всякий случай. Вообще, любой предмет, который можно взять, надо брать, правильно? Правильно. Молотком, скорее всего, надо расхерачить будет этот. Там вроде можно уголок. Ой, неуклюжая Клементинка, еще и на руку упала, да, на больную? Зашибись. Так, подожди, где молоток-то? Где молоток? Поднять полку. Аккуратненько. Все, бери молоток, несчастный этот. Все, теперь у нас есть молоток, нож и еще и эти самые какие-то там нитки, блядь. Рыболобные или какие-то там это нити, блядь. Ну, этот, как он называется? Я просто не рыбак, поэтому я скорее мудак, блядь. Так, ну что, молотком? Подожди, так она не отковыряет, естественно. Ну, молотком, молотком. Вон, что, сейчас повыдергиваем. Да хорош, хорош, я пошутил. Давай, молоточком. Молоточком. Не думаю, что это оценят, конечно, местные, но... А хули делать, как говорится, да? Сидеть в сарае просто так тоже не самый лучший вариант. Слушай, как геймплей, да, они поменяли в лучшую сторону. Прям вообще жесть. Так, ногой. Хуякс! Хорошо. Ну, она миниатюрная, пролезет здесь. Хе, свобода вроде как, но... Хотя, может, они оценят, что она такая боевая, типа, девчонка. Может быть. У них есть доктор. У него должен быть материал для наложения швов. Опасная хуйня. То есть, в лесу ходячие, здесь люди, которые вроде ее приняли, но попросили вежливо подождать утра, и она сейчас такая просто в наглую... Мда. Полезет в дом. Но, с другой стороны, они могут это оценить, да? Ну, типа, то, что она такая боевая девчонка, типа, и сама за себя может постоять. И как? Окно открыть? Ты уверена? Не, подожди, подожди. Подожди, подожди. Это, я думаю, не самый лучший способ. Давай-ка. И дверь тоже это не самый лучший способ. Тут не все так просто. Это же, блядь, The Walking Dead. Тут надо немножко подумать. Окошко, может, какое-нибудь открыто будет, возможно. Может, надо было все пробовать открыть, я не знаю. А если там кто-то... До этого она не дотягивается. До того тоже она не дотягивается. Блядь, надо было, походу, все пробовать. Ну, давай сейчас посмотрим, обойдем. Ничего страшного, никуда не спешим. Сюда она, естественно, допрыгнет. Так. Главная дверь... Опа! А это что такое? Фанера. Фанера. Там что, проход, что ли, есть под... Да ладно. Молоток, молоток. Молоток, молоток. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блядь, только единственное, это наверняка было сделано... Для того, что входящие не прошли, как бы. А тут она сейчас немножко сломает им. Их же... Так, подожди, а снизу нет? А, снизу нет. Я думаю, что снизу надо. Ага. Хорошо. Ну, только не очень красиво, конечно, со стороны Глементина, так немножко рушить. Укрепления и баррикады. Так. Блядь, что-то мне стрёмно. Как они сейчас отреагируют-то? Я не думаю, что очень положительно, да, на то, что она... Собрание в доме через пять минут. Просто замечательно. Это не займет много времени. Есть несколько вещей, которые нам не уходимо... Так. Хорошо. Ты уверена, что... Молотком что, постучать, блядь? Блядь. Ножом? А что она ножом сделает? Ты, главное, его не сломай, пожалуйста, блядь. Он еще может понадобиться. Это такая, как бы, необходимая вещь. Ага. Блядь. Сломала его. Зато открыла. Пиздец. Сейчас они его... Ну, давай, давай. Да сразу поймают. Я уже что, решил? Ну, полагаю, Люку еще есть что сказать. А где Сара? А, читает. И нужно в этом участвовать. А, не нужно в этом участвовать. Блядь. Ну и хули толку, что мы пробрались из дома? Сама сейчас спалимся. Там народу-то сколько. Я думаю, что это кого-то сейчас напугает. В любом случае. Мы сейчас встретим эту... Бобенку кудрявую. Которая больше всего там сыкует. И настроена негативно. Скорее всего. Так. И что, куда идти? Дверь на кухню. Послушать. Ну, давай, послушаем. Больше информации... Больше шанс выжить. Что-то, что? сказал что была одна да конечно с кем бы они была на определенном буду искать отлично они придут а мы заперли и сарае только что чуть не справился стать я только сейчас увидел что экран краснеет и и реально могут увидеть подожди 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 надо это больше информации больше информации там еще говорят чтобы это произошло это уже не изменить все-все-все-все я ничего не делаю тихо-тихо-тихо не спалился это самое главное ладно допустим допустим там важной информации нет спалиться я точно не хочу поэтому так тут чё так это отсюда мы пришли а типа подожди она хочет потом уйти таким же образом ли чё стой 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 подожди вот уже дверь пошёл и элементе мы просто так не сдаемся я понимаю что это не против уйти в любой момент но нам нужно найти перекись что там еще короче чтобы рану залечить а то я чё-то не хочу потом на себе это самое. Себя обвинить за то, что я не сделал все возможное. Так, все, мы подслушали. Я туда больше не пойду. Давай в другое место. Так, так, так. Если мы пойдем сюда... Блядь, ничего не видно. А, вот, подожди. Открыть. Уверена? А если там кто-то есть? Сейчас как? Спалюсь, блядь? Блядь, ходить по дому, где живет человек восемь. Ну, это просто блядь, такое, если честно. Так. Че там? Стол осмотреть. Какая-то записка. Так, подожди. Какой-то фазан, блядь. Так, подожди. Хорошо. А че? Тут ничего не... Так. А-а-а! Типа утка. А-а-а! Дак-дак. Все, игра слов, блядь. Я понял тебя. Так, ладно, здесь ничего нет, короче. Главное, не спалиться. Главное, аккуратно действовать. Наебать я чувствую себя этим. Блядь, непонятно кем, на самом деле. Потому что, вроде, как бы, ничего плохого у меня умысла нет, но я брожу немножечко. Так, подожди. Так, а че в итоге? Куда идти-то? Подожди, стоп. Не понял. Единственный способ. А на второй этаж? А вот лестница. Она это не хочет проходить? А, бля, хочет. Я уж испугался, что это у нас, типа, вариантов особо нет. Так, на второй этаж, да? На первом че-то как-то скучненько. Сейчас точно кто-то спалит. Ну, такого же не может быть, правильно? Что ей повезет. Хотя было бы неплохо, очень неплохо было бы, если бы у нас получилось найти все и обратно еще в сарай вернуться, чтобы не спалиться и вообще. Так, какая дверь? Давай посмотрим эту дверь в спальню. Уверена? Может, подслушать сначала, есть ли там кто-то? Ти, нельзя здесь находиться. Не шумела, не говори никому. Ты можешь мне помочь? Привет, ты можешь мне помочь? Не запрещено говорить с тобой, мать отец не должен об этом узнать. Что он сделает, можешь? Помощь, я не скажу ему. Я... Я Радина, прошу, помоги мне. Мне не следует этого делать. Что с тобой случилось? У меня укусилась собака. Звучит страшно. Могу посмотреть, тебе очень больно. Хочешь посмотреть, вам отцу плевать, я могу погибнуть. Я могу погибнуть, если не обработаю рану, понимаешь? Мне нужно что-то, чем можно обработать рану. Бинты и что-нибудь, чем можно зашить ее. Она слишком глубокая. Папа говорил, что у нас закончились бинты, но я знаю, где находится перекись, которую ты могла бы обработать рану. Он хранит ее у себя в... В газетах? Что? Я не успел прочитать. Я помогу тебе. Хорошо, спасибо. Я Сара. А я Клементина. Так, теперь мы подруги. Да, мы можем стать лучшим и подругами. Я не встречала девочку у моего возраста с тех пор, как все это началось. Она раз такого же возраста. Ты только узнако, но не знаю. Ну ладно, ладно, нам подбодрить еще. Если она родится, то ли-ля-ля-ля. Да, мы подруги. Обещаешь? Блин, что-то важно. Не важно, что ты обещаешь. Блядь. Ну нет, пиздеть не надо. Я понимаю. Я не могу обещать. Нет, прости. Хуёво, да, сейчас сделаю? Ну я честный, блядь. Себова, будто уйдешь. Я не хочу, чтобы у меня были неприятности. Ну вообще, как бы да. Я поищу то, что использует папа, когда я порежусь. Ну блин, ну что обманывать-то? Я не знаю. Чё я им должен не говорить, что напиздеть во благо того, чтобы себя спасти? Ну такое, блядь. Конечно, понимаешь? Вот оно. Ну не обрабатывай руку здесь, я могу найти. Не беспокойся, я не буду. Так, и чё? Перекись у нас есть. Бинты. Она сказала, что их нет. Типа, батя сказал. Или может быть, полазим. Или это плохо закончится. А, нужна игла и бинты. Значит, они всё-таки есть. Ну просто, что, Сара не знает, что у них есть в доме, а что нет? Так, ну ванны это хорошо. Зеркало, аптечка. А, это аптечка тут. За зеркало. Давай, открывай. Такое, блядь. Такое, блядь. Что это? А, это игла? Ага. Ага. Ой, блядь. Прошу прощения. Аллергия, блядь, на... На запахи всякие ванны. Так, подожди, всё? Бинты, так сказали, что нет бинтов. Посмотреть душ. Опачки. Ты чё? Хе-хе. А чё, малый там бинт какой-то лежит, блядь. Так, подожди, а тут... Мне должны быть медицинские запасы где-то здесь. Так, короче, в этой комнате уже точно ничего не будет. Мне кажется, я сейчас поймаю. Вот чё, я сейчас думаю. Мне кажется, я сейчас поймаю. Как же, она меня иногда достаёт. Пиздец. Надо спрятаться. А если она в душ пойдёт? Пожалуй, сюда. Как можно угадать. А, вот и она. Чёрт. Как хорошо, что не надо, да, этот... Можно просто родить ребёнка и... О, боже. Бля. Пусть ребёнок будет в порядке, и пусть он будет от него. От него? От кого? Она ещё не знает, от кого ребёнок. Заебись. Повезло, повезло. Ну, причём тут, я так понимаю, что пофиг, где было прятаться. Она всё равно, как бы, только к ракове не подошла, поэтому... Ну, опасно было. Опасно. Так. Её интересует от кого... То есть, она не знает, от кого ребёнок. Заебись. Чё, можно выходить? И чё, вот там вон ещё одна дверь есть. Рисковать? Ай, блядь. Ебучие бинты, блядь. Так. Дверь спальни. Чувствую. Я... Так она же сказала, что нет бинтов, я не понимаю. Или у неё, типа, не вся информация? Так. Ящик открыть. Сейчас кто-то сюда зайдёт, точно. Часы. Зачем они мне? Зачем мне часы? Я чужого не беру, я себя спасаю просто. Не, не, так зачем? Я не хочу их брать, блядь. О. Можно не брать. Блядь. Я надеюсь, что это, ну, типа... Не совсем бинты, но должно помочь остановить кровотечение. Я не буду брать часы, я не знаю, типа... Вернитесь в сарай. Так, здесь закрыто. Так всё, мне больше ничего не надо, подожди. Стоп, нахуя я лажу-то? Блядь, это инфа какая-то. Ну, некрасиво, блядь. Не! Я не хочу! Это неправильно, блядь. А, ну, я не буду. Нет, часы это, видимо, намёк на то, что их можно взять, но я... Мне часы нахуй не сдались, как бы. Чтобы они потом пропали, блядь, а они оказались у Клементина, и всё пиздец. Нет, часы, часы, часы я никакие не беру, блядь. Я надеюсь, что это правильное решение. Ну, в смысле, я уверен за себя, что это правильное решение. Просто интересно в том плане, что было бы, если бы я их взял. Так. Сейчас палец. Ей осталось только чуть-чуть пройти. Аккуратненько. Вот здесь, вот в эту дверку, и всё. Всё, всё. И дойти до своего сарая. Единственное, я не знаю, сможет ли она сделать так, чтобы... Чтобы... Было видно всё, как, ну, типа, там же она выбила всё-таки эту херню-то. Я надеюсь, что... А, она сама вернулась, смотри-ка. Что это? Чё это лежит? Капкан, блядь! Она видит? Там капкан лежит, блядь! Кто-то капкан поставил! А почему она не обратила мне? Там капкан, блядь, стоит! Блядь, я надеюсь, что она увидела. Она не наступит на капкан? Да. Сейчас придётся зашивать. Или это не капкан был, я не знаю. Там этой хуйни не было просто в комнате. Ну что ж, Клементинка. Надо рану обрабатывать. Не, ну, молодец. За себя постояла. Быть паршива. Согласен. Так, подожди, чё, первым делом-то я чё, знаю, что ли? Наверное, промыть надо. Правильно же? Наверное, да. Так. Ага. Аккуратнее. Жуть. Жуть. Хорошо. Хорошо, я в порядке. В полном порядке. Так, Клементинка, только ты вот разлила, конечно, жидкость. Это не очень хорошо. А теперь самое забавное. Теперь самое интересное. Так, подожди, а чё насчёт обработать иголку? Она хоть и сказала, что она чистая, конечно, но... Все равно было бы не лишним. Зря она уронила этот самый. Ой, блядь. Почему эта игра постоянно заставляет переживать? А. Что? А, я думал, я должен, типа, влево-вправо, это... Чтоб она... Через ушко продела. Теперь... Как в прошлый раз. Как меня учила Криста. Я должен буду, да, естественно? Ну, конечно, блядь. Да, да, да. Самое, блядь, сложное должен делать я. Заебись. И чё? Блядь, пиздец. Блядь, почему, сука, эта игра с каждым разом всё жёстче, блядь, и жёстче, блядь? Всё напряжённее, напряжённее, всё... Да, правильно, блядь. Добавили они новые элементы геймплея, я смотрю, да? Раны я ещё не зашивал ни в каких играх, однозначно, блядь. Однозначно. Может, ты даже сама, Климентинка, а? Блядь. Пиздец, просто. Блядь, это жёстко, реально, это жёстко, это жёстко. Пиздец какой-то. Пиздец. Вот уж эти ебучие, ходячие, блядь, мертвецы, а? А она уверена, что... Бля, пиздец, как так собака-то прокусила, пиздец, да? Это же слов нет подобрать. Словарный запас заканчивается. Жёстко прокусила. Она не слишком большое расстояние делает? Нормально там будет всё? Бля, главное, чтобы инфекции не было. Прикиньте, она в итоге вот подхватила инфекцию и... Блядь, будет она развиваться и к концу второго сезона, но я не хочу про это говорить. Мы будем верить в то, что всё-таки всё будет хорошо. Какой кошмар, блядь. Да-а-а-а. Ну, хоть немножко-то стянуло, конечно, рану, но... Мне кажется, можно было бы по... Ну, у неё ниток там... Да, ниток достаточно было, чё. Так она не до конца её стянула. Ой, блядь. Пиздец какой-то. Просто пиздец, блядь. Мне интересно, хорошо, а эти как отреагируют? Ну, она спрячет за рукав, конечно, что у неё там переминтовано, обработано всё. А если ей захотят помочь или посмотреть на... Ну, чё, что она... Пять секунд на полу не лежала, значит... Ебать! Ебать! Вот этой ещё хуйни не хватало, нахуй, блядь! Ёбаная дырка, блядь, в сарае! О! Не... Укусил? Укусил, нет? А, это не капкан, это грабли ёбаные! Бля, пизда. Я нажал! Я на... Бля, как хорошо, что он ногу не кусил. Как хорошо, что он... Или куснул, блядь! Бери! Чё там? Кирпичом поебальничку, давай! На, нахуй! И теперь грабли бери! И пиздош! Пиздош, пиздош его! Блядь! Сука, откуда он там вылез? Как он научаствует? А, сарай же он там не огораживал, всё, точно! Давай, 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 давай! Всё. Бля, мне просто интересно реакция... Чё, чё? А, молотком? Молотком добивание, блядь! Чисто об чуба и нет, собственно говоря, да? Собственно говоря, да! Блядь! Мне просто интересно, что эти, блядь, увидят, как придут в сарай, а у него рука перебинтованная. Зомбак, блядь, лежит тут. Стилл, но отбитен. Опа! Нихера себе! Какого хуя? А, не в ахуе вообще! Как чё-то возьми, он здесь оказался! Теперь мы счастливы? Теперь мне можно войти в дом? Прошу. Ты сама зашила рану? Откуда всё эти вещи? А она с собой крала! Да, я взяла эти вещи, и мне жаль, правда жаль. И ты думаешь, что ей можно верить? Чёрт, возьми, даже не начинайте! Вы все поступили так же, будь у вас половина такие же крутыми, как эта девочка! Поэтому просто поволчите! Отвезите её в дом, я взгляну на её руку. Чёрт, вы скрытнее повсюду, нам лучше вернуться в дом. Ты проголодалась? Чёрт, я не знаю, что это за прикол, я не знаю, что это за прикол, я не знаю, что это за прикол. Так, ну хорошо, что всё хорошо, вроде как. Блядь, ну, хоть сейчас, может, он более подробно обработ, подробно, что, в смысле, более тщательно обработает. Это всё тоже на нервах, блядь, в кепарике, блядь. Это может уйти немного. Ау! Как она? Как она? Ей нужно поработать над своими навыками шитья, а так, я бы сказал, что она будет в порядке. Так её укусил не вскрытень? Чё вскрытень, блядь? Будет вскрытень, то у неё началась бы лихорадка, и температура поднялась бы выше крыши. Хм, а я рассчитывал, что, блядь, что у неё этот укус не от собаки. Ай, блядь. Ну, и чё? Мне кажется, она не останется в этой компании надолго. Мне кажется, это такие мимолетные. Всё бы было бы хорошо, не сделать это того, что... Чё? Я ничего не сделал, в смысле? Что ты имеешь в виду? Ты использовала мою дочь. А, я просил её помочь. Она не так, как вам можно просить о помощи. Я закрою на это глаза, но вот несколько вещей, которые здесь следует узнать о моей дочери. Ладно. Она не такая, как ты. Может, пока ты этого не понимаешь, но вы его с ней какое-то время поймёшь. Типа, больная? Если она узнает, как ужасен этот мир, узнает, что творится на самом деле, она потеряет рассудок. Она моя маленькая девочка. На всё, что у меня осталось, я прошу тебя держаться от неё подальше. Хорошо, что я не обещал ей быть подругой. Когда-нибудь тебе придётся подрастать. Когда-нибудь тебе придётся подрастать. Ты понятия не имеешь, что ей нужно. Ребекка волновалась, что ты можешь работать на кого-то. Но появление здесь не случайность. Думаю, мы это выясним. Но одно я точно знаю. Тебе нельзя доверять. Заебись. Ха. Какие такие, блядь. Хап. Держись подальше от моей дочери. Ну ладно, блядь. Самое главное, что я не обещал ей быть друг-другой. Я принял себе еду, если ты голодная. Хм. Хоть накормили, напоили, рану обработали. Блин, Грементина маленькая девочка. Чё её так это самое? Неукушенная и хорошо. Останется огромный шрам. Это не волнует, я переживу. О, классно. Хм. Так, этот всё в кипарике, блядь, ходит. Чё-то всё рассчитывает, блядь, на курок, блядь, нажать, походу. Эй, слушай, я просто хочу извиниться за, ну, блядь, за то, что ввёлся, как мудила, блядь. Я психанул, и это определённо было не круто. Иногда Нику нужно выпускать пар. Держи на него зла. Ты просто защищал своих друзей. А, я себя поднимаю. Я не хотел быть таким грубым. Ну, просто, у нас был печальный опыт. Опа. Интересно. Что произошло? Что произошло? Ну-ка, ну-ка, охуительные истории мы любим. Ник потерял свою мать. Мы позаботились об одном укушенном. Это всё моё вина. Я... Никто не виноват. Мы думали, что можем контролировать это, но нам это не удалось. Она... превратилась. Его мать стояла рядом, и на неё напали. Тогда мы ничего не могли с этим поделать. В любом случае, надеюсь, ты поняла. Угу. Я поняла. Да. Да. Кому легко, как говорится, да, в такой ситуации. Каждый сам за себя, но в то же время есть маленькие команды. Судя по всему, тебе одно и неплохо. Что планируешь дальше? Если б я, блядь, знал. Я планирую двигаться дальше. Ну, ты можешь остаться здесь, если ты хочешь. Тебе не погушают подлечиться и разобраться во всём. Думаешь, остальные позволят? Им придётся с этим смириться. Ну, там есть некоторые настроенные, никуда не очень. Так, что произошло с твоими родителями? Ты же не против, что я задаю вопросы? Ну... В смысле, я предполагаю, с ними случилось то же, что и с родителями остальных. Просто ты ещё маленькая. Не думаю, что ты смогла бы продержаться на так долго сама. Другие люди позаботились во мне, если ты об этом спрашиваешь. Мне просто любопытно, как ты продержалась так долго. Я просто стараюсь держаться хороших людей и не делать ничего глупого. Эй, прости, я... Не следовало спрашивать. Чем остались? Сиделки, кто с найти родителей? Мы не слышали. Родители уехали в отпуск и оставили меня с няней. Они так и не вернулись. Мы отправились в Саванну, чтобы найти их. Но они уже были мертвы. Оу, жаль это слышать. Потом меня нашли, я взвал с другими. Потом один человек нашёл меня и позаботился обо мне. Мы встретили других выживших и вместе пытались продержаться. Но ничего не вышло. Его звали Ли. Он научил меня выживать. Он научил меня стрелять. Что с ним произошло? С ними. То, что случается, я убежал, а Димон погиб, пытаясь меня. То же, что происходит со всеми. Но он спас меня сначала. И не раз. Видимо, он был хорошим человеком. Да, он был. Опять сейчас, блядь. Не понимаю, можно смесь эмоций такую не делать? Люблю прибивать, но пока я в бездельничал на улице, заметил, что это место горит, как чёртова новогодняя ёлка посреди леса. Ага, всё равно уже собираюсь, потому что на свете мы идём рыбачить. Хочешь несколько свежих рыбёшек на ужин? Ха, было бы неплохо. Рыбачить пойдём. Ну, вроде, настрой норм. Настрой норм, кроме... Так скажем, кое-каких личностей, да? Кроме беременной женщины. И... Ну, в кипарике вроде тоже, типа, норм. О, ты ещё здесь. А вот и она. Хм. Чего он так негативит-то? Всё же, уже убедились, что всё окей, блядь. Ну, в твоём месте я бы не расслаблялась. Чё ты любила? Всё же. Лук предложил мне остаться. Вот и молодец. Но здесь работает по-другому. Мы принимаем решения всей группы, и ты злоупотребляешь нашим гостеприимством. Ты получила то, что за чём пришла. Теперь иди. Ну, блядь. Я хер знаю это. Я вот сейчас могу опять какие-то предположения, блядь, сделать, что будет дальше, но мне кажется, это бесполезно. Сейчас какая-нибудь хуйня произойдёт на рыбалке, да? Может, рыбалку там? Ну, уже я увидел, что что-то с рыбалкой. Ну, скорее всего, мы пойдём на неё, потому что этот мужик-то сказал. Сейчас какая-нибудь хуйня будет, из-за которой мы там кого-нибудь потеряем, например. Обвинят Клементину. Блядь, как они закручивают это всё, это пиздец, на самом деле. И вот эти постоянные переживания, это какая-то дичь. Просто какая-то дичь. В общем, друзья, продолжаем проходить. Ну, скорее всего, естественно, ну, я не обещаю, 100%, всякое может быть, но, скорее всего, завтра уже следующая серия, как, собственно говоря, послезавтра и так далее. Но, всё равно, на всякий случай, подпишитесь на мой телеграм-канал, который я активно веду, ссылочка есть в описании. Если что, вдруг, я там обязательно сообщу, если что-то пойдёт не по плану. Подписывайтесь на канал, что впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.